О том, как проходят выборы в разных уголках республики, расскажет Ума Ибрагимова. Во второй день выборов президенты Российской Федерации в Сулейман-Стальском районе вновь активное голосование. Несмотря на выходной день с раннего утра, жители показывают высокий уровень гражданской ответственности. Голосуют и участники спецоперации. Вместе со своей мамой заполнил бюллетень ветеран НСВО, кавалер ордена Святого Георгия Бадирхан Гамзатов. А в Тебасаранском районе своя традиция. Здесь голосуют семьями супруги Гасанова вместе уже 58 лет. Выполнить свой гражданский долг тоже пришли вдвоем. А вслед за ними семья Зеудиновых и Байрамовых. Эти пары не только пример крепкого многолетнего брака, но и настоящего патриотизма, считают в районе. А в Казбековском районе избирательный участок посетил Аксакал, села Дылымши. Авдин Яндаев, 87-летний ветеран труда, отметил, учитывая нынешнюю политическую обстановку, особенно важно принять участие в выборах, которые определяют будущее страны. Согласно с таким убеждением и Зейнаб Джамалдинова, которая впервые примет участие в выборах за президента Российской Федерации, 18-летняя студентка третьего курса иностранных языков специально приехала в родное село, чтобы отдать свой голос. Отметим, что в Казбековском районе предоставили возможность проголосовать и маломобильным гражданам. Они заполняют бюллетень на дому. Помогают им в этом работники комплексного центра социального обслуживания населения. Добавим, что тех подопечных, кто изъявил желание лично отправиться на избирательные участки, социальные работники отвозят на специализированном автомобиле. В Хасавюрте второй день подряд активно голосует молодежь. В центре внимания избирательный участок расположен в здании гимназии имени Максима Горького. Молодые люди приходят в дружеские компании и проявляют свою гражданскую позицию. Своим избирательным правом вместе с коллективом воспользовалась и председатель союза женщин Новолагского района. Светлана Кудаева отметила, что каждый, кто примет участие в голосовании, видит в этом акт общественной солидарности. Отдал свой голос и глава района Мамати Гамзатов вместе со своей супругой.